Сына сейчас 20 месяцев, а дочкам 4 годика и 6 лет Период новорожденных у меня позади И я с удовольствием поделюсь с вами своими наработками В плане того, что мне не пригодилось в уходе за моими малышами Вообще, это видео можно было бы сделать очень коротким Тогда бы я сказала вам о трех вещах, которые считаю необходимыми в уходе за новорожденным Это грудь, многоразовый или органик подгузники И рюкзак-переноска или слинг Я думаю, что этого прекрасно хватит для здорового и счастливого малыша И более-менее так протекала новорожденность моих детей Но так как мы как общество привыкли все усложнять Покупать кучу пластикового хлама И в целом переходим на искусственное выращивание детей Которое, кстати, чревато таким же упадком их здоровья Как и у искусственно выращенной рыбы в сравнении с дикой То я все-таки пройдусь по конкретным группам продуктов Показывая их, на мой взгляд, бессмысленность Пожалуйста, не воспринимайте мое видео как критику Я искренне желаю всем родителям удачи и только самых здоровых малышей Не в последнюю очередь потому, что не хочу, чтобы наши дети жили в больном обществе В рейтинге здоровья населения 2019 года Россия заняла 95 место Даже США заняли 35 место, хотя у них половина всех детей хронически больны И одна пятая отстает в развитии Когда у какого-то вида половина потомства больна Сколько бы вы дали ему до вымирания? Первая группа вещей это гаджеты для кормления малыша Я никогда не покупала бутылочки, подогревателя для бутылочек, молокоотсосы Все, что было нужно моему малышу, это я и моя грудь Что? Человеческому малышу нужна человеческая грудь? И что даже не грудь коровы, козы, собаки, жирафа? Не микропластик из бутылочек и сосок? И не технология 5G у головы? Ему нужны иммуноглобулины, антибактериальные ферменты, микробиота, стволовые клетки из молока мамы? Вот это да! Стволовые клетки способны в дальнейшем дифференцироваться в любую ткань организма малыша Ну, по необходимости А иммуноглобулины – это, по сути, передача иммунки от мамы ребенку Действия как стволовых клеток, так и иммунной системы до сих пор не изучена Об этом говорит даже директор Стэнфордского института иммунологии Можно ли в таком случае доверять производителям сухого порошка, утверждающим что-то про иммунитет? Конечно, нет! Согласно Всемирной организации здравоохранения, на этикетках заменителей грудного молока должны быть четко видны предостережения об угрозе искусственного или смешанного питания для здоровья детей Последний раз, когда я проверяла, это предостережение было сзади мелким шрифтом Я бы хотела предостережение красного цвета крупным планом впереди Я никогда не покупала детскую еду для прикорма в баночках В моей бесплатной книге «Веган для новичков» есть пример прикорма для разных возрастов И я всегда делала пюрешки из свежих продуктов Бобы, чечевица, авокадо, фрукты, корнеплоды Иногда замораживала Я не думаю, что необходимо покупать специальную одежду для грудного вскармливания У меня было два лифчика от H&M, но я в итоге их отдала Потому что мне было удобнее пользоваться спортивным лифчиком Просто опускаешь и потом поднимаешь И материал не растягивался Хотя что мне пригодилось, так это многоразовые вкладыши для груди Что касается вещей позатратнее и погабаритнее, вроде коляски, качалки Мы никогда их не покупали новыми Коляску Mountain Buggy мы взяли с рук Предыдущие хозяева использовали ее для двух детей А мы для трех, и она до сих пор в отличном состоянии Мы взяли ее комплектом с вставкой для новорожденных и пленкой от дождя Единственное, что мы покупали новым, это пара запасных колес за прошедшие 6 лет использования Качалку от BabyBjorn я тоже купила с рук и уже продала ее с помощью eBay Также мне очень пригодился рюкзак переноска от Ergo Baby Новый стоит 8000 рублей, а я купила бэушные за 3000 У нас никогда не было отдельной кроватки для новорожденного И Акс до сих пор спит с нами Конечно, если кто-то хочет просыпаться по ночам То можно не кормить его грудью и убрать за стенку Тогда понадобится ряд продуктов для грудного кормления И отдельного сна, вроде камеры и мониторинга дыхания Но я всегда хотела, чтобы мой малыш был у меня под боком Потому что изначально был железный настрой долго кормить грудью А для этого нужно было высыпаться Мое железное мировоззрение в плане кормления грудью Зиждется, сказала правильно это слово На доверие механизмам, сформированным в нас за 2,5 миллиона лет Как может быть, что я выносила и родила здорового ребенка А потом вдруг нехватка молока? Почта, наверное Как может быть, что оплодотворенная циклетка превращается в триллион клеток В рамках гениального природного дизайна человека А потом вдруг дефект, нехватка молока Это же нонсенс, который взращивают на страхе молодых родителей И дефект может случиться на любом этапе, но как исключение Искусственная же смесь стала далеко не исключением, а новой нормой Сколько вы сказали миллиардов? 90 миллиардов долларов к 2025 году Объем продаж детской смеси И я не против миллиардов, но не за счет того, чтобы смыть свою мораль в туалет И я серьезно не понимаю, как умудрилась одна промышленность Убедить самый умный вид на земле в том, что у него такие же потребности в питании, как у теленка У нас никогда не было детских ходунков Это отнимает кучу места в квартире Да и в целом мои прекрасно учились ходить без этого Сначала опираясь на шкафы, диван Также мы не покупали обувь, вплоть до того, пока ребенок сам не научился ходить Также у нас нет детской ванны Мы пользовались для новорожденных либо душем, либо большой ванной Я никогда не покупала детские крема и какие-то присыпки Проблемы со стулом, кожные какие-то заболевания, аллергии Очень завязаны на употреблении малышом молочных продуктов животного происхождения Хотя мясо и морепродукты тоже связаны с более высокой распространенностью экзем, аллергии, астмы Максимум, чем я могу намазать им кожу в экстремальный холод или жару Это какое-нибудь растительное масло вроде кокосового У нас не было горшка и дети сразу же учатся ходить на взрослый туалет Девчонки научились к двум годам И акцию сейчас я учу ему 20 месяцев Как раз летом можно выходить гулять без подгузника Просто беру с собой пару шорт еще Я стараюсь не покупать обычные подгузники С первым ребенком Юли я пользовалась многоразовыми Набор из квадратных пеленок был и пара многоразовых подгузников На самом деле надо было так и продолжать с Ники и Аксом Это было совершенно не обременительно Просто клала эти использованные пеленки в стирку с другими вещами Но я перешла на одноразовые Когда жила в Швеции, покупала местные экологичные биоразлагаемые подгузники А здесь в Германии покупаю, соответственно, немецкие органик-подгузники Конечно, они дороже, но это и вынуждает быстрее научить ребенка в туалет ходить Так как не покупаю многого другого А если и покупаю ТОБУ, то хочется себе позволить экологичные подгузники С меньшим следом на окружающую среду В общем, у меня очень базовый набор для новорожденных Это немного чистых вещей Подгузники, бушная коляска, рюкзак-переноска или слинк Я пользуюсь тем, что уже есть и мне этого хватает Шиковать на ребенке в наше время означает отнимать у него же будущее Мы не можем продолжать транжирить ресурсы планеты Разумное совместное потребление – это наш новый стандарт Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова